Здравствуйте, уважаемые любители ножей и особенно любители финских ножей. Я имею ввиду финок. Что-то меня в последнее время очень эта тема заинтересовала и я поставил себе цель, то есть сделать максимальное количество финок. Я думаю, что общее количество партикул за будущий год, этот год уже заканчивается, я думаю, за будущий год в общей сложности доведем его, постараемся до сотни довести. Естественно, я подразумеваю финские ножи, это сапер, это тоже финка, это и фирс, это финка, это и всевозможные финка 100, которые уже стали такими интересными брендовыми. И вот, к вашему вниманию, я сейчас покажу очередную новую финку. Сразу я ей дал, я уже их по названиям, ну просто мы запутываемся, поэтому им даю артикулы, у этой финки артикул 0.40. По дизайну получилось, на мой взгляд, крайне удачно. Если финка 0.30, ну не знаю, на мой взгляд, спорный был такой момент, то здесь вообще, вообще вот прообраз этой финки, это финские боевые ножи, клинок вернее, это финских боевых ножей времен Великой Отечественной войны. Вот, ну точнее даже, будем говорить, не Великой Отечественной, а Второй мировой войны, да? Вот, потому что у них же вот еще, там, финскую войну, ну вообще у финской армии, там финскую войну были на вооружении. Ну у них, у финнов было очень интересно, у них там, чуть ли не у каждого там отдельного, скажем, полка были финки, и они были как бы похожи, и только человек, который уже этим делом занимался, он мог отлечить. То есть, вот это клинки, смотрим, вот это клинок типичных вот этих вот финок того времени. Они были длиннее, короче, уже, но вот это примерно выглядело вот таким образом. Обратите внимание, что это тоже ромб, тоже ромб. Дол сверху, обух, смотрите какой, толстый, то есть ромб просто такой, как бы плоский, не плоский, но... От предыдущей финки ромба отличается, если вы видите, это вот этим местом. То есть, та финка, она такая была, более такая фигурная, вот. Ну, это нужно сравнить. Вот это более классическая. Это такая, ну, я не знаю, это классика, это как костюм. Смотрите. Я иногда, вот, честно вам скажу, что я иногда, когда у меня получаются эти ножи, я вот оставить хочу себе. Например, 0,30 финка, у меня не было такого желания. Я сразу сказал, что да, она многим понравилась, на многих заинтересовала, но, как бы, я к ней так ровно. Блин, вот это классная штука. Конструкция вот этой рукояти очень надежная. Смотрим баланс. Вот, кто понимает, тот меня поймет. Вот, смотрите, баланс где. Что это говорит? Смотрите, длинный клинок, длинный клинок и короткая рукоять. Баланс здесь. То есть, это пластик. То есть, в пластике очень достаточно металла, да, как вы понимаете. То есть, это такая приятная тяжесть. То есть, рукоять вот эта, вот этот вот пластик, он в рекламе уже не нуждается. Очень практично. И здесь все полностью классика. То есть, классическая финская рукоять, классическая. И классический финский клинок, ромбовый клинок. Вот. И размер. Размер такой вот, скажем, и как бы его, и как охотничий, и дома резать можно мясо. Почему артикул я 0,40? Это, как бы, знаете, ну, 40, допустим, вот 40 лет, это уже человек взрослый становится. И вот финка, она такая взрослая. То есть, ну, вот взрослая, реальная, для вот серьезного взрослого мужика. Вот, вот без всяких там, ну, явно не женская, не женский нож. И не подростка там попантоваться. А именно, то есть, хоть как охотничью на охоту взять, хоть как боевую. В принципе, могу сказать, то есть, я уже знаю, и уже знаю, что людям нравится. И у меня, как бы, уже есть определенные понятия с этими финками. Потому что я их начал изучать, смотреть, у меня очень много по ним планов. Но вот финки уже стали получаться интересные. Вот это уже, уже вообще, вот сам себя не похвалишь, конечно. Вот я вам говорю, вот, просто, и сами вы прекрасно видите. То есть, вот это уже серьезный нож. Серьезные финки очень. Правильные. Обушка, смотрю. Даже и не видно, что здесь почти ромб, да? А здесь видно. Такая яркая грань. Дол, сверху. Вот это такие взрослые, солидные финки. Среднего размера. Больше, больше. Видите, всякие там, вот как на ромбе 3, там ромб 3, он такой вот фигурный, такой немножко, так заглумненький. Это строгий. Как пинжак. Смотрите. Однозначно потестирую, однозначно оставлю себе. Очень много ножей я себе оставляю, но именно себе оставляю те, которые нравятся. Могу сразу сказать, что этот нож, этот нож, это он будет очередным хитом. И, в принципе, я думаю, что вы со мной согласитесь. Просто, строго, без всяких понтов и в стиле именно финского ножа. Блин, мне очень нравится. Ну, а что вы думаете? Поэтому пишите в комментариях, обсудим. Ну, и можете приобрести, заказывать можно уже сейчас. И потестировать, посмотреть удобство и рабочее качество данной финки. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok